Дмитрий Щербинин Динейкин на Энца Энца перекрывают и хорошее действие в обороне Атака первым темпом перекрывает Рукавишникова Тройной блок Сам сейчас Динейкин Классно просто перекидывает мяч в свободную первую зону Хорошая подача Справляется Сантьяго Данани с приемом Вот, кстати, да, на два либера Игра будет у факела Еще одна атака Микайлова И Сантьяго Данани хорош в обороне Динейкин тройной блок пробивает На задней линии Дмитрий Волков Спасает этот мяч А здесь Немножечко допустил ошибку Илья Федоров Сильно мяч перекинул На сторону оппонентов Силовая Сантьяго Данани справляется с приемом Атака первым темпом Гитарева не ждали Сейчас эту атаку Планер с ним справляется Без проблем Сурмачевский Атака хорошая Михайлова Там в обороне Ковальчук Он Рукавишников Сетка смягчает Гранкин на Энса Энса перекрывает 15-11 Вот он Волков И вот те эмоции За которые В новом ринге Любили этого игрока Которого, наверное, боялись все Болельщики Переживали Сантьяго Данани Хороший прием Ух ты Как здорово В обороне отыграл Волков Ну и еще один Первый темп Завис Дикарев в воздухе Шансов на Возврат в игру Все меньше И меньше Но сдаваться В любом случае Нельзя Дикарев Хорошая подача Но быстрая атака Михайлова Приносит 21 очко Гостям встречи Ну и сам же Михайлов отправляется На линию подачи Хорошая подача И выбитый прием Не будет атаки У Зенита А вот Факел К своей готовится Здорово Старислав Динейкин Переигрывает блокирующего 16 очко Сурмачевский Сантьяго Данани Хороший прием И атака первым темпом Проходит Сурмачевский вытягивает Этот мяч Фрибол будет для Факела Сантьяго Данани На Гранкина Гранкин На кого? На Динейкина Ну хорош В обороне Илья Федоров А здесь После Атаки Волкова Мяч От блокирующих игроков Факела Улетает вау А у Факела Теперь нет права На ошибку Упрощает Сантьяго Данани Справляется с приемом И атака Морозова Хорошая атака По линии Приносит 17 очко Динейкин Справляется Федоров Илья И здесь еще один блок Еще раз Ковальчук Но это просто Визави для Опытникова Максима Михайлова Не удается Сводиться Второй Это в попытке Динейкин Еще одна подача Справляется Федоров С ней Первый темп Не проходит Романовского Перекрывает его Волков Справляется с приемом И Да Рукавишников Ну просто переиграл Финт Такого связующего Опытнейшего Который в третьей зоне Показывает Что будет давать пас Но просто мяч перекидывает И Зарабатывает Это 25 очко Атака Первым темпом Алексея Ковальчука Приносит второе очко Роман Романовский На линии подачи Сантьяго Данани Хороший прием Один из лучших Принимающих Влики Сейчас Сантьяго Данани Любимец Детей И публики Капранов Сетка меняет Траекторию Справляется Романовский А это Прочувствование Щербинин Это был Хорошая подача И переходящий мяч Сурмачевский Реагирует И Зарабатывает Легкое очко Сурмачевский Уверен В своем решении Сурмачевский Хорошая подача Вышников На Динейкина Тут перекидывает мяч Выигрывает борьбу на сетке Атака Волкова По диагонали Классно 4 по 4 С таким Вкручением Небольшим С нулевым Вращением Ну и вот Примерно Такой же Планер У Алексея Ковальчука Ух ты Как Высокой мяч Остается в игре Атака Михайлова Афиенце Немножечко не удалось Обработать этот мяч И довольно таки Простенький Но в игре Конечно Он может доставить Немало проблем Хорошая атака Корнея Энца Вот он Заезжает Эмоциями Своих партнеров По команде Болельщиков 14-16 Играбельный счет Волков Справляется с приемом Атака первым темпом Жирбинин поднимает Мяч Факел Остается он в игре Рукавишников На кого? И нету атаки Волков Просто скидывает Вышников На Капранова Капранов Станислава Динейкина Федоров подстраховывает И классно Сурмачевский Обыгрывает Просто блокирующих Техничным приемом Накатом отправил мяч В шестую зону Там никого Из страхующих Игроков Факела не было Хорошая подача Выбитый прием Сантьяго Дананни На Динейкина Там тройной блок Но умудряется Станислав Попасть в пятую зону Снимается С этой опасной Подачи Упрощает Также Справляется Зенит Зенит с приемом Хорошая подача Хорошая подача Капранов Справляется с приемом Вышников Первый темп Сурмачевский Хорош в обороне Майка на Волкова Волков Тройной блок Здесь Сантьяго Дананни Классно в обороне Динейкин На Энса Тотавантюр Здорово Вышников На Энса Энс В шестую зону Закидывает там Федоров И Волков Еще одна атака Капранов Блестяще в защите И сам же будет Атаковать У него пространство Открыто Но перекрывает его Кирилл Клец 24-22 Ну точнее Первая часть Обратной Двойной замены Была Великолепная подача Кирилла Клец Оставит Точку Во второй партии Команда Отправляется На перерыв Максим Михайлов На линии подачи О, выбитый прием Сантьяго Данани Капранов достает Этот мяч И просто перекидывает Динейкин Но его ловят На подстраховка Хорошая Сурмачевский Пробивает Двойной блок 3-1 Упрощает Динейкин справляется Преем Он сам же атакует И атакует Хорошо Волков не дотянулся Федоров не достал 2-4 Хорошая подача Волков справляется С приемом Рукавишников На Сурмачевского Тот накатан Мяч в шестую зону Не дотягивается Энс Хорошая подача Федоров справляется С приемом Волков еле как Дотянулся до мяча Возвращает Андреев Мяч в игру Капранов Хороший прием Динейкин Тройной блок Ну классно По диагонали Стас 4 по 4 Здоровская атака Против Шахтер Кстати Санкт-Петербургский Зенит Выиграл 3-1 Ну и Динамо Москва Уступила А выиграла Точнее Динамо Пересекли Экватор И факел Этого сета Это я про себя Если что Вышников Еще одна хорошая подача Волков Выбитый прием Сурмачевский С Федоровым Не поделили мяч Михайлов Просто перекидывает Андреев На задней линии На Капранова Капранов Под кожу Мяч запускает 15-18 Чтобы не было Как раз таки Вот этих вот Непонятных Неразберих Ох ты Грудью Как Андреев Принял Фриболл будет Для Казанского Зенита Волков Здесь блок Смягчает Вышников На Энца И Энц Доводит Начатое До Конца 16-18 Упрощает Энц справляется С приемом И атакует Хорошо Атакует По диагонали 19-21 Все болельщики В тебя верят Упрощает Корней Наверное Правильное решение Волков Принимает И атака Первым темпом Приносит Зениту 23 очко И допускает Алексей Ковальчук Ошибку На подаче И это Финал Это точка 25-22 Вот таким Получился Сегодняшний матч Нельзя Я думаю В любом случае Здесь Ругать Факел Нам в мастерстве Удалось Зениту Переиграть Слады друзья Я Андрей С вами прощаюсь Всем пока-пока Редактор субтитров